Белоснежное платье, фата, множество гостей и торжественная регистрация. Именно о такой свадьбе мечтала Светлана. Сергеем они знакомы с 11 класса. Год назад решили узаконить отношения и выбрали дату. Конец декабря 2011 года. При этом суеверия здесь совсем не при чем. Да, конечно, заранее выбирали дату. Ну, саму дату, конечно, не выбрали, но планировали, что в конце зимы мы поженимся. Примерно выбирали дату, потому что у меня должна быть важный гость, сестра моя. И поэтому в 20-х числах планировалась свадьба. В отличие от Светланы и Евгения, большинство молодоженов все же оказались суеверными. Ведь по народной примете, высокосный год тяжелый и опасный. А браки, заключенные в этом году, неудачные. Если верить приметам, следующие два года также считаются неудачными. По поверью, они год вдовы и год вдовца. Поэтому женихи и невесты будто сговоришь и торопятся связать себя узами гименея до наступления 2012 года. Из таких желающих стать мужем и женой во дворце бракосочетания образовалась даже очередь. Сотрудникам ЗАГСа сейчас за день приходится регистрировать до 40 пар. Это в два раза больше обычного. При этом регистрации проводят даже в среду. По наблюдениям сотрудников ЗАГСа, браки, заключенные в высокосный год, вовсе не неудачные. Не верю ни в какие приметы, не верю ни в какие числа особые. Каждая пара должна для себя выбрать день. И самое главное, что их должно в этот день вести сюда, это любовь. В подтверждение своих слов Татьяна Беляева отмечает, что немало и тех, кому никакие суеверия не страшны. Ведь уже сейчас в ЗАГС ежедневно приходят пары, которые решили зарегистрировать свой брак летом 2012 года. Анна Пологрудова, Виктор Тагмитов. Новости сейчас.